Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи. Сразу признаюсь, что никого больше из блогеров я вчера не посмотрел, вернувшись домой после новогодней вечеринки. А Лена Хэппи это совсем другое дело. Я себе сразу сказал, Эдик, в каком бы состоянии ты не пришел домой, в каком бы состоянии ты не приполз домой после вечеринки, ты обязан зайти на канал Лены Хэппи, чтобы полюбоваться в новом году ее лучезарным образом. Так и случилось. Посмотрел я вчерашний новогодний прямой эфир Лены Хэппи. И что вам сказать, произошло новогоднее чудо. Лену засыпали донатами. Лена утопала в донатах. Единственное, что я не видел сам чат. Почему-то он у меня не открывался, но судя по тому, что Лена говорила, зачитывая комментарии других присутствующих на этом прямом эфире, у Лены появился поклонник, молодой человек, трудяшка, проживающий в Соединенных Штатах Америки. Потому что Лена несколько раз подчеркнула, что эти донаты дорогого стоят, потому что мужчина, судя по всему, проживает в Соединенных Штатах Америки. А нет никакой другой страны в этом мире, где деньги давались бы так тяжело. Тем не менее, молодой поклонник отрывает от себя и шлет и шлет эти донаты. Единственное, как я уже сказал, я не видел, сколько он прислал. Чат у меня не открывался, поэтому, если вам не сложно, напишите мне сумму материальных вливаний, сумму гуманитарной помощи, которую Лене прислали, судя по визгам, судя по пискам. Лена прислали Лене много, она даже собралась покрывать свои долги, а может быть даже и купить телевизор. Лена грезит новым телевизором, чтобы в конце концов уже начать пользоваться диваном, тем самым диваном, где сейчас висит мигающая гирлянда. Лену ведь спрашивали, Лен, как же вы лежите на диване, когда он весь завешен гирляндами? Лена ответила, что пока, что она не лежит на этом диване, потому что нет телевизора. Как только на стене появится телевизор, Лена будет лежать на этом, пока еще не продавленном, диване. Я так понимаю, что Лене прислали какую-то большую сумму, потому что поклонницы Лены Хэппи писали кипятком и звали этого мужчину к себе на канал. Спрашивали, нет ли у него друзей постарше, помоложе. Им тоже нужен такой помощник. Мало того, опять же таки, поклонницы предположили, что Марьям с Эдуардом обоссутся от зависти. Прям и зайдут говном, потому что Лене шлют и шлют, шлют и шлют. Очень плохого мнения, конечно, об обзорщиках поклонницы Лены Хэппи. Они воспринимают нас как каких-то монстров, не способных порадоваться за блогера. Вот не знаю, откуда у них такое представление об обзорщиках. Но, тем не менее, такие настроения царили во время вчерашнего прямого эфира. А вообще, я так понимаю, Лена вышла в эфир, чтобы нас развлекать, чтобы нас веселить. Сама она тоже была на веселе. Тоже что-то там хлебнуло, какую-то водичку. В общем, Лена была в прекрасном расположении духа. Была весела, легка. И если правда, то, что говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, то 2024 год будет для Лены годом легким, денежным. Будет Лена весела и легка и влюблена. Потому что, естественно, на прямой эфир зашел и Селим. Лена поздравила его с Новым годом. И несмотря на то, что Селим, естественно, никакой Новый год не отмечает, он не вырос с этим праздником. Благодаря знакомству с Леной за три последних года Лена его обработала. Лена его настроила на то, что Новый год – это какой-то особенный день 31 декабря. Вот, например, вчера Селим был недовольный. На работе были какие-то проблемы, он с кисляком на лице позвонил Лене по видеосвязи. Та стояла, причесывался, и он тоже как-то повеселел. Он тоже расплылся в улыбке. Единственное, говорит Лена, я надеюсь, что Селим смылся с эфира до того, как мне стали донатить. Потому что иначе придется перед ним отчитываться. Дело в том, что Лена перед Селимом отчитывается, или должна, по крайней мере, отчитываться за каждую копейку. Селим хочет знать, какие у нее доходы, какие у нее расходы. Сдал, принял опись, протокол. Поэтому, если бы Селим увидел, что ее осыпают Лену, осыпают донатами, он бы, конечно, потребовал полный письменный отчет. Вот такого рода отношения между Леной и Селимом. Любовь любовью, а денежки любят счет. Конечно же, на этом же прямом эфире сразу появились у людей некоторых сомнения. Появились сомневающиеся люди. Люди, которые сомневаются в том, что Лене действительно донатит какой-то молодой поклонник из США. Сразу же появилась теория о том, что это засланный казачок. Что это какое-то подставное лицо. Возможно, даже родственник Лены Хэппи, который сидит и донатит ей. Просто для того, чтобы добить уж совсем недоброжелателей, да? Хотя многие написали, что они пришли на канал Лены Хэппи от Марьям и от Люды Флориды Ялты. Лена аж ожила. Лена аж воспряла, поблагодарив и Марьям, и Люду Флориду Ялту за то, что они делают Лене такую хорошую рекламу. А точнее антирекламу, которая тоже прекрасно работает, говорит Лена Хэппи. Может, действительно мне нужно тогда поблагодарить и Марьям, и Флориду Ялту. Короче говоря, как я уже сказал, Лена была довольна. Улыбка не сходила с уст ее. И Лена зачитала нам пожелания от астрологов. В частности, рассказав нам то, в каких стрингах нужно встречать Новый год, чтобы он принес удачу. Вообще, Лена рекомендовала, конечно, розовые стринги. Именно такие стринги она сама надела на Новый год и в этих стрингах и встречала. Потому что это предписано китайским календарем. Наступающий год по китайскому календарю, я так понимаю, год огненного дракона. Поэтому этот год нужно встречать в красных стрингах, а может быть и в розовых стрингах. Правда, все зависит от знака зодиака. Так вот, Лена сказала, что раки должны встречать Новый год в труселях голубого цвета и вообще пребывать в голубых тонах. Цвет настроения должен быть голубой, синий, бирюзовый, цвета ультрамарин. Я как-то даже растерялся и приспустил брюки посмотреть, какого же цвета на мне нижнее белье. Так быстро собирался, что я даже не запомнил. Оказалось, что я промахнулся. На мне не было голубых трусиков, а были обычные черные трусы. Не семейные, но тем не менее. Так что, видимо, мне не светит такого благополучия, благосостояния, как Лене. В Новом году я промахнулся с цветом трусов. Хотя, вроде бы, китайский Новый год еще не наступил, он ведь позже наступает. Возможно, китайский Новый год я встречу именно в голубых, ну, может быть, не стрингах, но тем не менее, в нижнем белье, в трусах голубого цвета. Нужно будет только их где-то найти. Лена сидела в специальных серегах, которые она якобы заказала в какой-то азиатской стране. За бешеные деньги, спецзаказ. Только 500 экземпляров по всему миру этих серег есть. Но потом Лену, конечно, вывели на чистую воду. Выяснилось, что это какой-то ширпотреб из какого-то дешевого американского магазина. Лена расхохоталась, призналась, что это так. Она просто решила нас поводить немножко за нос. Ну, в этом, как бы, вся сущность Лены Хэппи. Она нами крутит, вертит, как хочет. И поэтому мы не особо ей доверяем. Всему верить нельзя. Все, что она говорит, нужно делить на 10, а иногда и на 20. В отличие от тех же обзорщиков, которые пересказывают практически слово в слово, но своими словами. Вот это большая все-таки разница. Конечно, речь зашла снова о Селиме, о том, что он Лену не балует. Вот ей там донаты посторонние присылают саму Лену. Селим не балует. И Лена, конечно, тут снова встала в стойку и сказала, что это неправда. Селим покупал сам себе одежду в прошлый ее приезд и даже оплатил Лене ботинки. Не говоря уж о том, что он платил за чебуреки и за питание в других точках общепита. А вообще Лена сказала нам, что она вот после всех этих донатов пребывает в таком возвышенном расположении духа, что вот когда она закончит эфир, она достанет, конечно, салатики свои, те, которые она там сделала, зажжет свечу с этим фитилем, который трещит, с деревянным фитилем, и будет сидеть, сначала сказала, 10 минут и улыбаться. Просто в тишине будет сидеть и улыбаться. Но после того, как донаты продолжили сыпаться, Лена сказала, что она просидит, наверное, так вот в прострации 30 минут и будет просто смотреть или слушать, как трещит деревянный фитиль и улыбаться, сидеть безмолвно и улыбаться. Как я уже сказал, наши девушки, поклонницы Лены Хэппи, включая Нину у камина, перевозбудились при виде донатов и стали просить у парня, который присылал донаты, фотографии в стиле Ню. Что вы, девушки, говорит Лена, это вы ему должны посылать свои фотографии Ню за денежку, а не он вам деньги присылать, да еще и свои фотографии в стиле Ню. Что вы, говорит Лена, не знаете, как это работает? Когда вам присылают денежку, вы предстаете перед мужчинами в стиле Ню. То есть Лена опытная женщина, у Лены все схвачено, она знает, как в этом мире все устроено. Вот Лена сама что-нибудь ляпнет, а потом будет жаловаться на то, что ее описывают как специалиста в стиле Ню. И вообще Лена очень много философствовала на вчерашнем стриме. Мальчик, который присылал деньги, сказал им, да что вы, девушки, что вы так перевозбудились? Деньги это просто бумага, главное это отношения, главное это чувства. Тут Лена возразила, эти бумажки, говорит она, могут вселить надежду, могут поменять нашу жизнь, особенно если у нас этих бумажек нет, особенно если мы нуждаемся, и нам подкинули вот такие вот бумажки. Вы знаете, говорит Лена, на 100 долларов в Америке многое, что можно сделать. Опять же, я не знаю, сколько мужчина прислал, какой донат мужчина прислал, тем не менее, все были в восторге. Вот такая новогодняя сказка, сказала Лена Хэппи. Чудеса, оказывается, бывают. А поскольку к Лене на канал многие пришли от Марьяма и от Флориды Ялты, Лена сказала, Лена полностью поменяла свое отношение к Флориде Ялте на какое-то время и сказала, что если она действительно Люду, Флориду, Ялту увидит на круизном судне, то она не будет от нее прятаться, она не будет от нее шарахаться, наоборот. Она побежит к ней навстречу, собьет ее с ног, потому что она все-таки в тяжелом весе. Это Лена сама сказала, это я не наговариваю. Избив Флориду Ялту с ног, Лена набросится на нее, стиснув Флориду Ялту, практически задушив Флориду Ялту в своих крепких объятиях. Вот такая рождественская сказка произошла. Представляете, действительно произошло что-то невероятное, была совсем у нас на глазах другая Лена Хэппи, переисполненная любовью, переисполненная эмоциями, дарила любовь, дарила тепло. Не знаю, сколько продлится такое состояние Лены Хэппи, может быть, она действительно что-то там шампанского пригубила, понюхала просто пробку, и вот вам результат, вот вам новогоднее чудо. Чудо произошло. Посмотрим на следующих эфирах. А Лена обязательно сегодня снова выйдет в прямой эфир. Так вот, мы посмотрим, был ли этот мальчик с донатами поклонником однодневкой, который тоже что-то там принял на грудь и тоже что-то там выпил. По крайней мере, это было предположение Лены Хэппи. Вы говорите, что там шампанское пьете, навеселе шлете мне донаты. Так что посмотрим, был ли это поклонник однодневка, или этот мужчина, молодой человек, который работает в Соединенных Штатах Америки, будет теперь появляться на стримах Лены Хэппи регулярно и посылать ей вот такие вот маленькие комплименты в поддержку канала. Глядишь, или она действительно купит себе большой новый телевизор в гостиную, чтобы она наконец-таки смогла возлежать на диване, смотреть телевизор, заниматься какими-то своими делами. Пусть эта новогодняя сказка осуществится. А у меня, в принципе, все по Лене Хэппи. Я вас всех, дорогие мои зрители, слушатели моего канала, поздравляю с наступившим новым 2024 годом. Желаю всем счастья, здоровья, процветания. Пусть все ваши мечты осуществятся в новом году. Также я всех благодарю за поддержку, за то, что вы ставите лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Мне это очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.